и снова доброго времени сутра друзья как видите у нас новый проект называется проект five life в общем то и с ним то я и предлагаю вам ознакомиться ну и вот зайдя на проект первым делом нас встречает естественно меню кастомизации персонажа ну сказать про это меню ничего в общем то не могу меню как меню никаких удивительных интересных или уникальных фишек здесь нету такое стандартное меню удобное в управлении в общем то достаточно легко читаемо единственное что немножко наверное мелковато в общем то и все ну ладно кастомизируем персонажа и выходим в открытый мир перед выходом нас встречают две менюшки одна предлагает нам появиться в том месте в котором мы вышли а другая в начальной точке но естественно мы появляемся в начальной точке заодно и видим как появляются другие персонажи ну проследуем дальше дальше нас как уже это принято таких проектах встречают нпс шки один нпс шка раздает мотороллеры а другой дает информацию и какие-то миссии и вот здесь встречается первая фишка этого проекта давайте посмотрим эй парень салют как долетел порядок отлично я могу тебе помочь ты мне я тебе согласен и надо сказать это выполнено очень здорово согласитесь есть не только анимация еще и русская озвучка к тому же нам предлагается диалоговое окно в которое мы вступаем и зависимости от того что вы выберете какой вариант ответа у вас будет будет продолжаться ваше дальнейшее существование ну давайте продолжим отлично кстати меня зовут дэйв у моих знакомых на ферме завал если поможешь им я тебе немного забашляю добраться до них сможешь на автобусе или если богат на такси или вдруг копейка завалялась на арендованном мопеде у тебя же тинь five life bank ну туда и скину ну а далее мы проследуем ко второму npc чтобы арендовать транспорт и надо вернуться к первой npc чтобы наверное разъяснить да вот в такой вот интересной форме здесь было замаскировано ваше дальнейшее существование то есть если вы заходите на этот проект уже не первый раз и вам не обязательно ознакомление с этим проектом то вы просто в диалоговом окне выбираете что вам это не интересно и тому подобное я же как и человек который зашел первый раз естественно нажал да конечно дам я хочу выполнить эту работу и этот npc посылает вас на проект с определенными заданиями задания не просто так они ознакомливают вас с начальными работами на этой проект на этом проекте поэтому это очень здорово обыграно и радует то что есть русская озвучка но к сожалению не все так гладко в этих миссиях и как видите я еду по навигатору и вот перед нами горит огромный желтый триггер но вот с какой целью он меня сюда привел я не знаю исходя из диалога который был у первого npc нам надо ехать к его другу на ферму зачем он привел меня сюда я понятия не имею ни один npc со мной здесь в диалог не вступает и это продолжается по общем то на всем протяжении этих миссий сначала у вас ведет какую-то непонятную точку и только потом прокладывается нормальный маршрут вот такая вот если не знаю что это как-то косяк что какой-то в этой миссии вот я приехал как видите не со мной здесь никто не хочет общаться зачем сюда привел меня навигатор я если честно не понимаю но надо сказать что есть и воспомогательное меню которая связана как раз с этими миссиями мы нажимаем кнопку по моему f7 и она как бы вам объясняет туда не куда вам в дальнейшем надо ехать нажимаем кнопку помощь и прокладывается маршрут но вот хоть убейте не пойму зачем он привел меня сюда но пользуясь этим меню и исходя из логических соображений из диалога который нам был в самом начале я понял что мне надо ехать на ферму совсем не сюда поэтому я сам себе проложил маршрут и поехал в сторону фермы и в общем то в конце концов я туда добрался и надо сказать что вот на этой точке вот на этой вот ферме в общем-то сосредоточены все основные работы и вам предстоит провести здесь ну наверное 70 процентов всего изначального времени для того чтобы прокачать вам какие-то навыки поэтому здесь придется прожить достаточно долгое время находясь на этом проекте мне же чтобы снять этот ролик потребовалось почти семь дней шесть с половиной дней я снимал это все ну а почему так долго вы узнаете на дальнейшем если будете смотреть это видео ну а я на этом этапе добрался до фермы и пошел устраиваться на первую свою работу подходим к нпс нажимаем естественно кнопочку опять могу сказать что очень мелкие менюшки на этом проекте очень мелкие менюшки как видите очень мелкий шрифт читать достаточно сложно это с учетом того что у меня достаточно большой монитор с человеком у человека у которого например вместо монитора ноутбук или просто маленький монитор и даже хотя бы не очень хорошее зрение будет достаточно сложно заметьте все менюшки очень и очень маленький и так мы устроились на работу и подходим к следующему нпс это сейчас тетенька и она уже раздает работу как раз связанную с вашим навыком да вот видите у нас первый уровень на навыков и нам предстоит выбрать только одну работу это сборщик тыков ну что ж выходим на поле для того чтобы начать нашу первую на этом проекте работу сборщика тыков ну а сама это рабочее занятие выглядит вот этим таким вот образом который вы сейчас видите мы идем на поле загорается триггер мы встаем на этот триггер и надо сказать что автоматически происходит вот эта анимация я ничего не нажимаю после этой анимации ковыряния у меня в руках появится текстурированная тыква и как мы можем заметить и у других игроков тоже есть руках тыквы я их тоже вижу то есть они не бегают с пустыми руками ну в общем достаточно антуражно все выглядит есть поле слышно слякоть под ногами и в общем-то выполнено здорово если бы ни одно но до этого момента я заходил еще на один проект он называется вайс и там есть подобие такой же работы и вот та работа сделана на мой взгляд гораздо интереснее там во первых это делается в кооперативе с другими игроками кто-то собирает тыквы кто-то подгоняет машину для того чтобы погрузиться кто-то в это время сеять поле потому что там тыквы кончаются и поля с тыквами кончаются в отличие вот от этой вот работы где в общем-то постоянно загораются триггеры и постоянно появляются тыквы на вайсе сделано так что вы прошли поле поле кончилось его надо по новой засеять значит кто-то договаривается и садится на трактор и сеет это поле достаточно интересно сделано здесь же конечно тоже красиво антуражный если бы я не видел проекта вайс мне бы и это понравилось но теперь я могу с чем-то сравнивать и конечно на проекте вайс мне понравилось больше здесь же все сведено к банальному беганию от одной точки а до другой точки б и возвращаемся в точку а надо сказать что это еще к тому же им очень сложно по времени потому что это занимает огромное количество вы можете заметить мне нужно собрать 500 точек имеется ввиду что под этой точкой мы бежим от точки сдачи тыквы на триггер собираем идет анимация мы подбираем тыкву и бежим обратно и вот в момент сдачи нам начисляется и денежка и опыт исходя из простых вычислений я посчитал что примерно примерно потому что велика вероятность рандома здесь как видите тыква может загореться и рядом с точкой сдачи и в конце поля в общем-то из-за того что такой огромный рандом высчитать точное время невозможно но по моим подсчетам чистого времени займет два часа 15 минут например может быть больше чуть может быть меньше поэтому ну такие я бы сказал на этом проекте очень и очень конские нормы по прокачке персонажа и это в общем-то является одной но не главной из причин почему съемка этого ролика затянулась у меня на шесть с половиной дней почти неделю я снимал это и надо еще сказать что в начале моей съемки здесь было очень и очень много багов на сервер открылся недавно он еще в стадии тестирования настройки поэтому на это надо отдать такую небольшую поблажку администрация с этим борется борется успешно на момент съемки вы увидите было огромное количество багов потом это все пофиксилось я постоянно вылетал 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 сожалению вылет и до конца вылечить администрации не удалось но с этим они тоже борются сервер новый он еще настраивается ну а самими вылетами здесь связана одна очень обидная штука дело в том что и опыт и ваша зарплата не капает вам сразу же вам надо будет подойти главному np хишки и забрать свои деньги и естественно засчитать свой опыт а если вас выкидывает то все что вы до этого сделали обнуляется и это еще одна причина почему я так долго снимал этот ролик сожалению меня так обнуляло два раза пока я собирал вот эти вот тыквы весь сбор у меня занял 6 часов но как видите в конце концов я все-таки успешно закончил прокачал один уровень и пошел забирать свой опыт и деньги ну а далее по условиям миссии нам надо вернуться в город и заработать 2000 баксов на доставке пиццы туда-то мы сейчас и отправляемся но по пути к следующему заданию связанным с нпс то есть разводской пиццы мы заедем в автошколу и попробуем получить категорию b может быть категорию c на тот момент я не знал на чем надо сдавать вернее не сдавать а возить пиццу и права нам нужны для того чтобы идти на следующую ступень в работе на ферме там есть категории работ которые требуют категории b категорию c ну и тому подобное поэтому в автошколу нужно было заехать и вот посмотрите как же здесь красиво выполнена автошкола я на многих проектах видел именно вот это здание в качестве автошколы но во внутрь нигде нельзя было заходить здесь же пожалуйста это здание открыто она обалденно красиво оформлена надо сказать что на этом проекте вообще все здания в которые вам придется входить и взаимодействовать сделаны очень и очень красиво надо отдать должное автору что в общем-то постарались и сделали действительно стоящее ну а мы проходим дальше идем к регистратуре и пытаемся получить права опять очень маленькие менюшки плохо читаемые менюшки я их сейчас увеличил для того чтобы вы могли прочитать я уверен что те кто смотрит на ютубе не разворачивая на полный экран даже не смогут прочитать что здесь написано поэтому я увеличиваю и вот почему бы не сделать сразу же размер этой менюшки вот такого размера как у меня ведь поймите при сдаче вам не нужно смотреть по сторонам вам главное сосредоточиться вот на этом меню она очень маленькая если можете заметить то она даже меньше чем шрифт в основном текстовом чате далее же у меня есть ряд замечаний по вопросам связанных с экзаменом они какие-то странные это не вопросы из книжки из реальности по правилам дорожного поведения они схожи с теми вопросами но они перри фразе логированы и в каком-то на своем ключе в таком не всегда понятно что от тебя требуется в общем то кому интересны сами вопросы можете воспользоваться режимом паузы останавливать и читать я же ускорю потому что сама сам процесс сдачи экзаменов занимает какое-то время потому что в общем то вам надо вникнуть в эти вопросы но еще раз скажу что они не очень понятные иногда есть ряд простых вопросов но есть вопросы которые ставят тебя в тупик и ты не сразу понимаешь что вообще от тебя требуется но в общем то сдать на права здесь можно главное не спешить как видите таймера никакого нету поэтому не спешите читайте внимательно ну в общем то вот такая вот задача и на экзамен следующее им хотелось бы сказать что вот это вот плавающая камера немножко отвлекает да это периферическое зрение она в общем то не основное но когда вы читаете вопрос и камера постоянно ездит вправо влево она то ловит каких-то персонажей то возвращается обратно за стойку регистратуры то опять ловит каких-то персонажей все время летает вправо влево это немножко отвлекает и мешает сосредоточиться но на основных вопросах связанных с этим меню меню кстати очень яркое тоже можно было сделать немножко по блекли тона чтобы тоже не отвлекало ну а в целом это выполнено вот так вот сдаем на права отвечаем на вопросы и в конце мы узнаем получили мы права или нет мне же удалось ответить на все вопросы с первой попытки и далее мы просто телепортируемся в машину ну и сдача уже практической части экзамена сводится к банальной езде по триггерам единственный плюс который я могу отметить в этой сдаче это то что триггеры как вы видите по которым надо ездить это не огромные но они вернее огромные но они хотя бы не такие яркие как это обычно делается это огромные красные трубы восходящие в небо здесь это сделано как видите в таких морских тонах достаточно приятно выглядит но все равно это банальная вот езда по триггерам ничего она не несет никакой смысловой нагрузки я в принципе старался не превышать скорости ничего не нарушать но в общем то я думаю что если вы просто прогоните по этим триггерам и то быстренько сдадите в общем то это можно было бы заменить какой-нибудь сдачей там на какой-то площадке заехать задом в гараж там проехать мимо каких-нибудь фишек но в общем то но здесь сделано это вот таким вот образом ну и ладно очень возвращаемся мы по этим триггерам обратно к автошколе как видите и все экзамен сдан вы получаете категорию b ну а далее же нас встречает еще одна приятная фишка этого проекта если вы сдали категорию b то теорию больше сдавать вам не надо вы просто обращаетесь в регистратуру и покупаете категорию c если она вам нужна ну а она конечно же будет вам нужна все мы приобрели категорию b категорию c отправляемся дальше ну а дальше друзья мои начинается рп этого проекта по дороге как вы видите бежит петушара и это дурак остановился в надежде на то что человек запутался и не может понять что-то не может разобраться но этому петуху оказалось не нужно не нужна помощь почему я не могу ебать и ты пидор епта стой сучка стой сучка и да вот друзья из-за таких вот утырков эти проекты и деградируют люди перестают общаться люди перестают помогать друг другу потому что ваша помощь и ваша благотворительность ваше хорошее отношение к окружающим может скорее всего обернуться вам же и боком это уже второе видео на котором я показываю что на этих проектах общение и доброе отношение к окружающим приводит к сожалению печальным последствиям ну и наверное несложно услышать и вонять да какой огромный словарный запас у этого персонажа не обремененного интеллектом и к моему великому сожалению рп этого проекта только начинала развиваться и только начала показывать свои истинные корни дальше было все хуже и хуже как видите происходит какая-то ахинея ну и в общем то ладно я все-таки нашел свой мопед который кстати багался не один раз и добрался с горем пополам до точки где мне надо устроиться разводчиком пиццы ну и как видите когда я добрался здоровье у меня уже было совсем кропарно выглядит это вот так подходим к нпс взаимодействуем с ним выскакивает ознакомительная табличка идем на точку выдачи и далее можно ехать на своем транспорте на своем машине или на своем мопеде или же взять мопед этой организации ну и пока я пытался разобраться где же получить транспорт прилетел еще один рпшник и здравствуй больница и заметьте как быстро я сюда телепортировался ну и раз уж мы в больнице не могу не заметить как красиво здесь выполнена больница я уже говорил что все здания с которыми вам придется взаимодействовать на этом проекте выполнены просто обалденно посмотрите есть аптечный киоск то есть есть база уже для того чтобы играть рп пожалуйста вставай торгуй таблетками отлично сделано есть нечто вроде кафетерия выполнено красиво к сожалению никакого взаимодействия и функционала здесь нету но жаль конечно красиво выглядит есть подобие шведского стола огромные вместительные залы больница многоярусная много отделений обалденно красиво сделано я много видел больниц в этом месте но они все по сравнению конечно с этой выглядят очень очень бедно это же полностью выполнены все здания все комнаты все задействовано очень и очень красиво ну пытаемся доехать обратно до точки где нам надо развозить пиццу придется повторить всю процедуру по новой опять устроиться опять пойти взять пиццу и конечно же теперь я уже разобрался где находится мопеды этой организации как видите вокруг происходит рп этого проекта но в этот раз я поехал на своем почему на своем свой мопед стоит 50 долларов аренда мопеда который представляет организация стоит 100 долларов конечно же выгоднее возить на своей но это в том случае если вы доедете потому что рпшники не оставляют меня в покое как видите по моему мопеду еще и проехались он забагался мне пришлось вернуться и взять все по новой но в этот раз я уже взял мопед этой организации как видите он стоит 100 долларов и уже если честно не помню в какой раз я пытаюсь выехать и доставить эту сраную пиццу я не действительно не понимаю зачем вы называете вот эти вот проекты рп какое рп здесь играется объясните мне зачем зачем называть это рп кстати обратите внимание вот эти вот баги присутствуют на всей карте видите есть модели пиц но эти пиццы не имеют физики и как всегда здравствуй больница и еще раз заметьте с какой скоростью я перемещаюсь в эту больницу здесь нету даже возможности вызвать врача вы просто появляетесь видите люди появляются появляются это еще один шаг деградации этих проектов здесь уже отменена функция вызова медика медик здесь больше не нужен вы сразу же автоматически появляетесь в больнице я так думаю что следующим шагом будет упражнение полицейского департамента полиция действительно здесь тоже нафиг не нужно как и медики нет никакого смысла не играть какую-то роль полицейского который ничего не делает как и медик в общем-то действительно нет никакого смысла ну и зачем тогда вот это вот называть рп здесь не только полиция и медики не играют свои роли здесь никто не играет никакие роли вот скажите мне роль какого долбоеба играет вот этот человек чего он исполняет он не разговаривает он просто ездит это ранит меня постоянно меня других я остановился чтобы с ним поговорить выйти с ним на диалог у меня не записывала камера но как вы можете заметить микрофончик у меня включается я с ним разговариваю он не отвечает он просто тупо едет и таранит меня роль кого он играет роль чего он играет да здесь все ничего не играют и теперь наверное становится понятны мои слова в начале ролика когда я сказал что записывал этот сюжет почти 7 дней понятно да почему это происходит я черт знает в какой раз пытаюсь доставить эту сраную пиццу как вы думаете что произошло в общем то ничего страшного отыграли очень сложный рп и опять здравствуй больница и заметьте в этот раз багнулся не только мопед но может быть он и не багнулся но еще и багнулась униформа шапочка у меня осталась а футболка поменялась ну ладно не помню в какой раз идем все делать по новой я действительно уже не помню какая это попытка но даже погода испортилась на этом проекте но мне все-таки удалось доставить эту пиццу как видите я приехал на точку здесь пришла другая проблема вот посмотрите в левый верхний угол меня выкинуло дисконнект и это уже я не помню какой раз я действительно сбился стол со счету с толку со всего сбился как вымотал же меня этот проект самом начале съемки ну о том как проходила съемка и мое существование на этом проекте мы наверное увидим следующей серии ну а на этом у меня все извините я пошел отдыхать спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго а